Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультами Катерина Голикова и Михаил Эверстов. На календаре 25 ноября, четверг. И сегодня мы посвятим нашей 45 минут программы проблеме ожирения. А почему? А всё потому, что завтра отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Никакой другой болезни. Люди не болеют так часто, как ожирение. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда человек в мире имеют лишний вес. В России в среднем 30% лиц трудоспособного возраста имеют ожирение и 25% избыточную массу тела. Более того, с каждым годом увеличивается число детей и подростков, страдающих ожирением. Почему это происходит? В чём причина ожирения и как с этим бороться? Об этом нам расскажет Анастасия Савина, диетолог, нутрициолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и психолог Надежда Васильева. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний. 32 0066 32 1166. А также вы можете задавать вопросы нашим гостям по WhatsApp номеру. 8 411 232 0066. Добрый день. Добрый день. Анастасия Дмитриевна, Надежда Юрьевна, скажите, пожалуйста, каков средний вес россиянина? Ну, средний вес россиян рассчитали, что составляет примерно 72 килограмма у мужчин и 75 килограммов у женщин, да, при том, что нормой считается 62 килограмма. То есть мы как бы перебираем. Если для сравнения взять ту же Японию, то там средний вес мужчин составляет 61 килограммов, а женщин 51. То есть там норма? Да, там норма. И, конечно, вот как вы уже сказали, сейчас избыточный вес приобретает вот такой характер просто эпидемии во всём мире. А если говорить о нашей республике, то в Якутии живут более-менее полные или наоборот более худые люди, чем в других регионах России? Ну, вот у меня так точных данных нет, но по российским регионам самые полные люди живут, вот было написано в Алтае, да, то есть всё-таки в это число мы не входим, да, и, в принципе, мы глазами тоже видим. Мы, в общем-то, народ такой, видимо, суровые условия не позволяют слишком много наедать жировой ткани. На зиму не накапливаем, тем не менее, жира, да? Накапливаем, но расстаёмся. А вообще ожирение имеет женское лицо или мужчины тоже теперь полнеет? Вот раньше, может быть, иначе было? Как вообще картина выглядит сегодня? Ну, картина выглядит по-разному. Всё-таки вот половое различие есть. Как правило, если мы говорим об избыточной массе тела, то здесь одинаковое количество, что у женщин, что у мужчин. Но если мы говорим уже о пожирении как болезни, то здесь, конечно, преобладают женщины. И в первую очередь это связано с половыми гормонами, да, обуславливает. Потому как у мужчин больше тестостерона, соответственно, больше у них мышечной массы, у женщин меньшее количество. И поэтому склонность к накоплению жира заложена, ну, генетически. Потому что женщина, она ещё должна дать энергию для потомства. И потомство, да. Ага. Надежда, а вы согласны с этим вообще с точки зрения психологии? Вот кто больше склонен к перееданию, мужчина или женщина? Ну, я как психолог считаю, что наше тело, оно зависит от нашей психики, от эмоций, от чувств, переживаний. Тело не находится отдельно от головы, от мыслей, и всё это единое целое. И если, ну, так и говорят о том, что вес лишний не по бокам, там, не на животе, а он в голове. И это зависит от того, в каком психологическом состоянии находится человек. А так как женщины, они более эмоциональные по природе своей, и не всегда они могут эти эмоции адекватно переживать, выражать, даже сами понимать их, чувствовать. И из-за этого, возможно, у женщин есть вот этот вот и по природе, как сказали, физиологически накапливается, да, для того, чтобы продолжать потомство. Ну, и эмоциональная вот эта зависимость веса и тела есть в этом плане. Я в самом начале вот сказала, что теперь в последние годы, да, с лишним весом страдают и дети, и подростки. Вообще, с чем это связано? Тоже ли всё в голове у них? Тоже дети, но как считаем мы психологи, что до подросткового возраста детские проблемы, они связаны, в общем-то, в отношениях с родителями. Потому что он в какой семье растёт, какие отношения у него с родителями, родители между собой, это всё очень сильно влияет на его эмоциональное состояние. И с подросткового возраста у ребёнка уже появляются какие-то собственные переживания, собственная жизнь, и уже его можно рассматривать отдельно. Вот, и поэтому, конечно, всё это связано, опять-таки, отношениями и психологией. Всё-таки в голове, да? Да. Анастасия Дмитриевна, а вообще вот с чем связано, что теперь дети и подростки вот чаще, да, страдают лишним весом, чем это было вот раньше, вот, скажем, в советское время? Ну, всё-таки всё дело в семье, вот я тут соглашусь, потому что все пищевые привычки, они закладываются в семье. И здесь родители пример, да. Ну, последние 30 лет нашей жизни в России, конечно, они тоже наложили отпечаток. У нас стало очень много рафинированной еды, ранее незнакомой, да, широко так. Мы перестали много двигаться, идёт, как бы, урбанизация, треть населения живёт в городах республики. И, конечно, это тоже отразилось на детях. Но здесь играют роль ещё и физиологии детского возраста. Ребёнок имеет два таких скачка, да, именно в наборе массы тела. Это период дошкольный и такой предпубертатный перед половым созреванием. И это самые такие, скажем так, опасные периоды в отношении именно перебора с лишними килограммами. Здесь, конечно, надо следить, чтобы и психологический климат был в семье нормальный, и чтобы своевременно были сформированы здоровые пищевые привычки, чтобы не было в рационе много рафинированной еды, ну и было достаточное количество движений. А если не говорить о детях и подростках, то обычно с какого возраста у взрослого человека начинаются проблемы с лишним весом? На самом деле у взрослого просто так сразу ничего не начинается. К сожалению, это всё закладывается даже внутриутробно. Когда мы имеем крупный плод, когда ребёнок рождается крупным, когда он набирает массу тела больше, чем нужно в первые 2-3 года жизни до 5 лет, в основном это идёт за счёт увеличения количества жировых клеток. Да, если ребёнок потом развивается уже нормально, и у него вес становится таким средним, но количество уже образовавшихся жировых клеток остаётся с ним навсегда, и во взрослом состоянии при появлении каких-либо вот таких не очень нездоровых факторов в жизни человека может пойти очень быстрый набор лишних килограммов. А вот я, кстати, заметила, что у мужчин чаще всего, да, что вот до женитьбы они такие молодые и стройные, стоит им жениться, в течение года уже меняется фигура. Появляется пузико. Да, вот почему так происходит-то? Это и физиология, и психология, скорее всего, потому что, ну, во-первых, он уже питается, в общем-то, это, скажем так, много, наверное, да, то есть стабильно, не пропускает приёмы пищи, питание домашнее, как правило, хозяюшки молодые, они стараются, они пекут, они какие-то кулинарные там свои языки показывают, хотят понравиться. И, во-первых, во-вторых, мужчина расслабляется, у него физическая активность всё-таки снижается, он больше времени, наверное, проводит уже с женой дома, на диване, чем в спортзале. Нравится ему уже не надо никому, он уже уменьшается количество тестостерона. Да, 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 да. Влияет на активность его. Раз мы вот говорим об ожирении, и есть такое понятие, да, лишний вес, давайте обозначим границы этого понятия, вот, что есть ожирение и что есть лишний вес. Ну, ожирение — это болезнь, это чрезмерное накопление жировой ткани подкожной клетчатки, и не только, и в других тканях, которые всё-таки наносят вред нашему организму. И Всемирная организация здравоохранения как бы определила границы, с какого момента можно считать, что у человека есть ожирение. Это рассчитывается индекс массы тела, когда масса в килограммах делится на рост в квадрате в метрах. И если эта цифра выше 30, коэффициент получается больше 30, то уже ставится диагноз ожирения. И в зависимости от цифры, бывает ожирение там первой, второй, третьей, четвёртой степени. А коэффициент от 25 до 29 — это избыточная масса тела, да? То есть это уже такое предболезненное состояние, это как, рассенивается как предожирение, когда у человека повышается риск развития таких обусловленных ожирением заболеваний. Поэтому в любом случае при лишнем весе надо обратить внимание на себя. И это как сигнал организма, что, в общем-то, надо за себя взяться серьёзно и посмотреть, и не допустить развития болезней. Ну, о причинах ожирения и о том, какие заболевания возникают, вызывают ожирение, мы поговорим после рекламной паузы. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы нашим гостям. Напомню, телефон 32 00 66 32 11 66 — это телефон в студии. Также вы можете задавать вопросы по WhatsApp номеру 8 4 11 232 00 66. Скажите, вот, а вообще мы все понимаем, да, с точки зрения медицины, физиологии, почему возникает ожирение, ну, примерно представляем, да, а вот что на это скажет психология, вот почему люди набирают вес? Есть несколько таких психологических факторов, которые выявляются у людей с лишним весом, обратившихся к психологам. Вообще эту проблему надо решать комплексно, то есть следить за питанием, за физической активностью, но и за психологическим своим состоянием тоже. И выходит то, что люди, имеющие лишний вес, у них есть разные на то причины. Иногда это похоже на зависимость, пищевая зависимость, когда человек постоянно как будто голодный, но это не тело его голодает, то есть тело наедается очень быстро, да, желудок, в общем-то, он не требует того, чтобы там бесконечно в него запихивали. Но у человека возникает такое ощущение, что он не наедается, а это уже голод такой психологический. Эту тему мы продолжим буквально через несколько мгновений после рекламной паузы. Друзья, не переключайтесь и не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Сейчас реклама. Скоро вернемся. Добрый день. Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о проблеме ожирения и о лишнем весе. Сегодня у нас в студии диетолог-нутрициолог Анастасия Савина и психолог Надежда Васильева. Мы не работаем в прямом эфире. Телефон в студии 320066-32166. Также у нас работает WhatsApp номер 8-411-232-0066. И Надежда, да, продолжая тему, почему возникает ожирение, с чем это связано вот с точки зрения психологии? Вот, как я уже начала говорить, есть голод физиологический, когда ты действительно давно не ел, и требуется, чтобы в организм поступило какое-то количество еды. И есть голод психологический, то есть сколько бы ты ни съел, что бы ты ни съел, ты как будто не наедаешься. Вот почему происходит психологический голод, на то есть несколько причин. Значит, первое, базовое, наверное, это часто встречается у таких людей, когда не удовлетворена безусловная родительская любовь. Когда в детстве с родителями были какие-то сложные отношения, не сложились, или родители были очень заняты, или были холодные, не могли как-то выражать вот это, у ребёнка возникает, они прямо так и говорят, внутри у меня как будто дыра какая-то, да, пустота, которую мне всё время надо вот так вот едой заполнять. Бывает такое, наоборот, как самонаказание. У человека есть глубокое какое-то чувство вины за то, что он сделал что-то когда-то плохое, и никак он себя за это не может простить. И тогда он как будто вот этой едой себя, он понимает, что ему плохо, его там тошнит потом, он набирает лишний вес, но он не может остановиться, а вот это вот его такой способ самонаказания может быть. Иногда это бывает как способ снятия напряжения, стресса, страха, тревоги, избавиться от таких чувств. Это похоже на то, как люди почему пьют и страдают алкоголизмом. То есть, когда человек выпивает, покурит, у него возникает такое временное ощущение снятия напряжения, это я немножко забываю о своих проблемах. Точно так же человек может относиться к еде. Он забивает себя едой, а мы знаем, что еда – это самый простой и самый лёгкий способ получить какое-то удовольствие. И вот они могут там вкусняшками наедаться на ночь, мороженое, тортик и так далее. Как будто он себя таким образом, опять-таки, вот это внутреннее какое-то напряжение пытается таким образом снять. Бывает, наоборот, это как будто проявление любви к себе. То есть, человек не умеет по-другому ни отдыхать, ни снимать напряжение, не умеет заботиться о себе каким-то другим способом, и только так через еду, покупая себе какие-то вот эти редкие, жирные, там, вредные продукты, он таким образом как будто заботится о себе. Это опять-таки от того, что не удовлетворена детская потребность о том, чтобы вот заботились о маленьком ребёнке. Ещё личные границы, когда они соблюдаются, когда человек, не спрашивали у него в детстве, что ты хочешь, ты вообще какой человек, и что ты мне нравишься, какой ты есть. И всё время ему говорили, вот это делай, это не делай, это тебе можно, это тебе нельзя. Всё время, когда ребёнка вот так, да, направляют, постоянно его тюкают, постоянно его пытаются когда исправить, да, и получается, лишний вес — это такое бессознательное стремление поставить свои вот эти личные границы, которые были нарушены. Вот, ну и есть ещё и другие причины. У нас в студии есть телефонный звонок, давайте послушаем, что нам говорит радиослушатель и телезритель. Добрый день. Мы вас слушаем. Добрый день. Добрый, говорите. Хангалацкий урус Валерий Иванович. Очень приятно. Ага. Вот я, Марина, хочу вот такую вещь выдвинуть. Это моё мнение, конечно. За мнение не судят. Народу Саха, по-моему, это не наша тема. У нас нет таких, по-моему, мажорелых и прочих. На севере вообще нет таких людей. Все сбитые, все подтянутые. В центральных волосах тоже есть очень хорошие люди. И женщины сбитые, и мужики. Но это наша конституция, круглые, полные, с широкими лицами. И полные такие. Это не говорит о мажорении. Вот в городе, по-моему, у вас в городе... Спасибо за звонок, Анастасия Дмитриевна. У вас есть что сказать на этот звонок? Там много, по-моему, вот таких. Да. Да, спасибо за интересное рассуждение. Поэтому я хотел бы знать, как у нас обстоит дело-то вот. Статистика какая-нибудь есть или нет? Не ведётся вот учёт? Где какие-то такие жизненные люди есть? Вот как в центральной России показывают, не подняться, не сесть, не могут. Не встать. Ну, таких у нас нет, по-моему. Счастливый вы человек, не видите таких. Да, да, да. Спасибо, спасибо. Я здесь с вами соглашусь. Действительно, в районах, да, где очень большие... Ну, большая доля физического труда, где в основном питается всё-таки натуральной продукцией, да, исконно как бы такими национальными... То есть национальный тип питания ещё сохраняется. Там действительно нету вот таких больших проблем. Но в городе, да, в городе уже существуют. И, к сожалению, мы видим, что уже с детского возраста. С детского возраста. Если говорить по России, что каждый пятый уже имеет ожирение, то у нас в республике, слава богу, ещё до этого не дошло. Но всё идёт такими семимильными шагами. Вот к этим цифрам мы тоже двигаемся. И здесь, конечно, решать проблему надо. И проблема должна решаться именно не со стороны здравоохранения или пищевой промышленности. Это, конечно, тоже важно. Но и каждый человек должен быть информирован. Какие же условия жизни, факторы, да, риска могут привести, могут запустить эти механизмы в организме, накопление жира. Ну, поэтому проблема есть, к сожалению. У нас снова телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, ага. Блeurяна! Саминидан, Блэпа-де-Сағуарн? Стан! Продолжение следует... 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 Да, по режиму, и если есть какие-то проблемы именно с нутритивной составляющей питания, пищи, то здесь могут помочь биологически активные добавки к пище, но они не должны заменять основной приём, то есть пищу, само собой. Понятно, там содержатся, конечно, биологически активные вещества в порошках, и поэтому, возможно, да, действительно у них появляются и энергии, и за счёт того, что у них колораж того, что поступает, уменьшается в разы, конечно, идёт снижение веса. В принципе, это самое главное правило снижения веса, когда энергии, поступающие с пищей, должно быть не больше, чем расходуется энергия. А вообще вот такие вот заменители пищи, ну как порошковые, да, самых различных фирм, можно ли хотя бы между основными приёмами пищи употреблять? Или вообще стоит исключить? Нет, никаких заменителей пищи не должно быть. Вы здесь не стоит путать с биологическими активными добавками к пище. Они идут именно как добавки пищи, то есть основной приём пищи есть, и дополнительно добавляются какие-то комплексы витаминов, допустим, да, того же витамина D, может быть, того же омега-3, вот. А полностью заменять это не физиологично. И мы ведь ещё не знаем, как это будет действовать на организм в целом, потому как могут быть какие-то вещества, которые... И вот этот рынок заменителей еды, да, рынок заменителей, он пересыщен, и нет гарантии, нет гарантии, и никто не уверен в безопасности этих продуктов. У нас есть телефонный звонок, добрый день, мы вас слушаем. Так, телефонный звонок у нас сорвался, да? Алло. А, нет, мы вас слушаем. Да-да-да, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня к вам вопрос. Вот у меня просто метр семьдесят четыре, здесь семьдесят, а вот окружно стали у меня аж метр два сантиметра, а я ведь пива никогда не пил, только насчёт водки, да, есть грешок. А из-за этого, почему так у меня? Сто семьдесят четыре, сто семьдесят четыре рост, вес вы сказали сколько? Семьдесят. Семьдесят. И от талии? А вот? Угу. Метры с лишним. Вот, на сетях метров. Да. Даже там сколько. Вы накопили довольно-таки много висцерального жира. Спасательный круг. Да, спасательный круг вокруг талии. И, конечно, сто два сантиметра окружной талии – это уже перебор, да, то есть здесь вам надо пересмотреть обязательно свой рацион питания. Возможно, у вас очень много в рационе рафинированных продуктов, добавленного сахара, трансжиров, которые вот как раз и откладываются вокруг внутренних органов. Поэтому мы теряем талию, да, в первую очередь. Поэтому есть, как бы, сигнал для пересмотра своего рациона и двигательной активности. Сейчас очень много говорят, вот, правильное питание, ПП, ПП. А вообще, что такое правильное питание? И что должно быть в рационе? Синоним – правильное питание, рациональное питание, сбалансированное питание, здоровое питание – это все синонимы на самом деле. И как раз, наконец-то, понятие здоровое питание, оно узаконено федеральным законом буквально вот в марте прошлого 2020 года. И по федеральному закону здоровым питанием считается то питание, которое соответствует основным принципам здорового питания, которые идут на развитие организма и восстановление организма. Вот это и есть здоровое питание. А основные принципы здорового питания – это режим питания, это сбалансированный рацион по белкам, жирам, углеводам, витаминам, минералам. И это умеренность питания. То есть каждый должен знать свою порцию. Так, у нас есть ватсап-вопрос. Телезритель пишет, у меня из-за перевеса болят суставы. Как мне похудеть? И добавляют талия 86. Это мужчина и женщина? Непонятно тут. Да, к сожалению, остеоартрозы – это тоже как осложнение ожирения. То есть большой вес давит на позвоночник, давит на нашу костную систему, идет деформация суставов. Как похудеть? Ну, опять же, надо пересмотреть свой рацион. Уберите рафинированные продукты. Это продукты, которые прошли глубокую промышленную переработку. По-простому говоря, надо убрать продукты, которые продаются в красивых упаковочках, да? Добавлено, где много добавленного сахара. Уберите кондитерку полностью, выпечку уберите. Уберите, значит, сахар из рациона в том виде, который кушаете, в виде джемов, там, варенья и так далее. Добавьте в воду. Обязательно надо пить воду чистую, кроме того, что мы воду получаем с пищей. И пересмотрите свою нагрузку. Потому что если вы съедаете больше килокалорий и тратите меньше, то, конечно, пойдет накопление лишних килограммов. Возможно, вам надо начать двигаться хотя бы 30 минут ходьбы в день до работы и после работы. Ну и пересмотрите свой ужин. Возможно, он очень поздний. Возможно, по нашей традиции он очень обильный. И если вы сделаете ужин легким за 2-3 часа до сна, это обязательно скажется на вашем самочувствии. И это вы увидите на весах изменений. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Это эндокринолог в поликлинике. Я с опозданием включилась, конечно. Но я уже вижу, что очень хорошая тема идет. Очень нужная тема. Спасибо. Для телезрителей, слушателей. Вот в последнее время ожирение очень заметно выросло. Это в практике вообще по коронавирусу. Это в период заболевания, пандемии, ковидом связано с этим. Потому что дети все сидят дома малоподвижные. Ожирение, если оно, например, есть наклественная предрасположенность, да, генетически обусловленное состояние ребенка, да, и еще неправильное питание. Иногда бывает, что дети сами себе готовят то, что хотят. Вот это тоже надо последить. И не только питание играет роль в ожирении. А главное значение имеет еще это, чтобы они сначала были обследованы, выявить причину, по какой причине. Прежде чем пойти на какую-то диету, обязательно выявить надо причину. Некоторые родители, конечно, очень обеспокоены, бывает, ожирением. На это обычно обращают внимание. И вот эти состояния ожирения бывают связаны с эндокринными нарушениями. После лечения гормональными лекарственными препаратами, возможно, может быть, это. Может быть, это связано с центральным вагенезом ожирения, да. И оно будет связано еще в эндокринные периоды в течение жизни ребенка. 3-4 года, в 9-10 лет, когда идет интенсивный рост и развитие ребенка, в этот период тоже бывает повышенный вес у ребенка. И подростковый период тоже нарушение гормональное, возможно, повлияет. Поэтому это очень интересная тема. Надеюсь, что родители заинтересованы этой темой. Спасибо, что вы ведете такую хорошую передачу, очень интересную. Спасибо вам. Спасибо за звонок, за ваше мнение. Спасибо. Да, действительно, проблема она есть. А помните, в нашем детстве, в детстве наших детей, да, часто вот мы такое слышали, не выйдешь со стола, пока вот не доешь. Или вот за маму, за папу, да, вот насколько правильная тактика родителей вот вообще, как вы думаете? Ну, вообще, в последнее время у нас вот эти, это же все пищевые привычки. Почему раньше было принято доедать, потому что еды было мало. Помните, как мы берегли хлеб, а сейчас он считается чуть ли не вредным продуктом, что его не надо вообще есть, например, да. И пищевые привычки, к сожалению, в последнее время сильно изменились. Очень много стало фастфуда, очень много стало кондитерских изделий. И все это, конечно, детей очень сильно привлекает. А родителям это облегчается, да, чем готовить что-то такое долго и нудно. Лучше купить там гамбургер, да, картошку фри, и, а это очень как-то вредно и для здоровья. То есть это все дело привычки, и привычки нужно менять в правильную сторону. Огромное спасибо вам за интересную беседу, за полезную беседу. Я думаю, что действительно нашим телезрителям и радиослушателям это было полезно. На этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Всего доброго и всем здоровья.